Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаемся с мужчиной, знакомым полтора месяца, встречаемся несколько раз в неделю, у меня сыну 6 лет. Встречи короткие, на улице прогулки по полчаса в часу, разговариваем о жизни, случаи разные. Боялась, вдруг на первом свидании не понравлюсь, но продолжаю встречаться, на втором свидании я предложила взять пудруку, потом держались за руку, потом при прощании я к нему прижалась, он меня при встрече поцеловал в шоку. Пишет в смс ласковые слова. Но при встрече, активных действий не проявляют, а мне очень хочется именно телесных прикосновений. Спросила и намекнула после того, как он написал, что целуют, крепко обнимают, я написала, что была бы рада, чтобы это было в жизни, а про поцелуй сказала, что ждала бы он ответил, что если бы он поцеловал в первое свидание, я бы его неправильно поняла. Вопрос, почему может вести себя так мужчина, что пишет, что целует, обнимает, но в реале это происходит как-то сумбурно. Он подарил мне туалетную воду, может я ему не очень интересно как женщина, а так он внимательно и сильно познакомился, ощущение, что хочет серьезных отношений. Я пытался ему донести, что я не против объятия поцеловения, он как будто не слышит, хотя я понимаю, что бывает. Я на свидании с одним человеком, с другим человеком определенно восприняла предложение взять ее за руку, а также к вопросу о поцелуй в шоку. Действительно, после объяснения о том, что мы не подходим друг другу, друг другу поступило предложение о чистой интиме. Но человек не интересовал меня физически, а с новым человеком, с которым встречаемся, меня вот именно притягивают к нему. Я в недоумении, хотя мы оба хотим длительных отношений. Во-первых, Ксине хочется сказать вам здесь следующее, что психолог не будет обсуждать Бритхлипс с клиентом. А вам, как клиенту, не будет ничего хорошего от того, что мы будем говорить о мужчине, а не о вас. Потому что вообще-то только разговор о вас имеет хоть какой-то смысл и какое-то значение. вы очень неуверенны в себе и на мой взгляд вы тревожны и пытаетесь себя защитить, то есть нуждаются в защите. А также, как мне кажется, стремитесь к контролю. То есть ваша ну, описанная вами ситуация, это история про контроль. про попытку про попытку про попытку про попытку контроля. То, что вот вы описываете. Не знаю, конечно, понимаете вы или нет, но это про контроль. что человек не ведет себя так, как я хочу, а он должен вести себя. Так, как я хочу, как бы говорите вы. Вот. То, что вы получается сомневаетесь в том, что может и ему понравится. Это вопрос непосредственно вашей сомоценки. Проблематика вашей сомоценки. Ну, неуверенности неуверенности в себе. Конечно. Вот. Что, в общем-то, и требует требует требуется корректировать. Как корректировать требуется в принципе и то, что вас к мужчине тянет. то вы начинаете отношения, да, игнорировать то, что человек по сути дело допустим не привлекает вас как вы сами говорите физически. То есть, ну, как бы логично в данном конкретном случае предположить, что если человек не привлекает вас физически, да, то для чего вам в таком случае с ним находиться в отношениях. Но тем менее вы как бы очевидно что-то на деле. и вот это вся картинка целиком с одной стороны ваша неуверенность в себе, с другой стороны потребность в безопасности, с третьей стороны тяга к серьезным отношениям вот ну желание серьезных отношений и с четвертой стороны это как будто бы некоторое неестественное поведение ну как бы да подробно то что вы разговариваете с человеком вроде бы о жизни обо всем но на мой взгляд вы это делаете так редко вот понимаете да вот понимаете вот 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 я думаю что у мужчины просто в той или иной степени не успевает к вам к вам привыкнуть на мой взгляд на мой взгляд по крайней мере вот то есть ситуация ситуация здесь она вот в этом смысле именно в высоко в именно высоко формализованном общении между вами как мне кажется вторых вот такой ответ в принципе я мог бы вам сейчас дать с точки зрения психологии и с точки зрения психологии психотерапии ну один из ключевых моментов я на всякий на всякий случай его повторил для вас один из ключевых моментов заключается именно в том что вы пытаетесь понять мужчину вот на мой взгляд вам ну совершенно этого делать не нужно то есть не нужно вам пытаться понимать мужчину вам нужно как мне мне кажется пытаться понять себя в ну в большей степени вот и разобраться нужно вам именно с тем чего хотите вы именно с тем как хотите вы именно вы а уже дальше в общем и целом стараться эти интересы продвигать есть у меня некоторые сомнения относительно того что возможно вы эээ не совсем прямо говорите человеку о том что ну вам нужно то есть ну оставляйте так скажем намеки оставляйте недосказанность оставляйте недомолвки определяйте данную вот и это вот тоже крайне желательно скорректировать вот крайне желательно это поправить потому что ну вот вполне возможно что человек как раз таки боится что 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 он сделает вот стопен ниппл по отношению к вам вот а подобные страхи у него могут возникать из определенного так скажем взаимодействия с вами вот вот такой ответ пожалуй я мог бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии буду благодарен за обратную связь по нему это позволит вам начать над собой работу желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью